Жители села Дахадаевка, Кумтор-Калинского района, жалуются на состояние фельдшерско-акушерского пункта. Его возвели 8 лет назад, однако обращаться за медицинской помощью в этот факт местные люди не могут. Объект не введен в эксплуатацию и вот уже рушится на глазах. Представители общественного народного фронта провели рейд, чтобы узнать причины такого бездействия местных властей. Наша съемочная бригада также побывала на месте. Слово Патимат Ханаповой. Окна выбиты, трубы заржавели и стены осыпаются. Этому зданию будто полсотни лет и в список ветхих оно бы легко вписалось. Вот только построен этот фельдшерско-акушерский пункт в 2011 году. С того времени никому из местных жителей первая медицинская помощь здесь так и не была оказана. Ну, когда сперед строить начали, мы обрадовались, конечно. Ну, долго строился, вот. Построили и не приняли. Давно пора здесь построить. И сдать людям. А то некуда. Давление проверяют, уколы делают людям. Больные здесь есть. Но первую помощь оказывают людей нет. ФАП не введен в эксплуатацию из-за несоответствия требованиям, отмечают специалисты. О несоответствии на лицо на строительство и ремонт этого небольшого объекта было выделено более 6 миллионов рублей. Все ли средства пошли по назначению? Теперь предстоит выяснить. На видео все это снял. Приеду сегодня в министерство, я доложу своему министру, тем, кто меня выполномочил поехать сюда, в каком состоянии все это находится. А как вы оцениваете? Оцениваю, что здесь 6 миллионами якобы, которые выделили сюда, это дело не пахнет. Тут нет 6 миллионов. По моему сугубо, моему личному мнению, здесь максимум 2,5-3 миллиона. Это за уши потянут. Куда остальные деньги ушли, что за другими деньгами стало, мне непонятно пока. Будем разбираться. В селе Дахадаевка живет около 500 человек. За медицинской помощью жителям приходится ехать за 7 километров. Уже два раза, например, его отремонтировали. Вот это все. Она сцепится без отопления. Это все. Люди, которые наши, например, здесь живут, взрослые люди. Уже многие даже умерли за это время. Мы ездим на Волохский район в больницу. Никто не хочет принимать. Там, говорят, у вас есть свой. Хотя у нас, сами видите, посмотрите. Почему за эти 8 лет ситуацию не разрешили? Ответа на этот вопрос пока не дает никто. Ни контролирующие органы, ни администрация района. Однако разыграть новый тендер на строительство этого же ФАПа власти торопятся. А вот разобраться со старыми недоотделками не спешат. Решение вопроса в том, чтобы была создана соответствующая комиссия компетентная в составе и Министерства сельского хозяйства, и в составе администрации Кунтеркалинского района. Мы войдем в эту комиссию, как общественники, для того, чтобы разобраться, в чем причина, и почему ФАП до сих пор не работает. Вот такая наша позиция. Я думаю, что решение будет найдено. Но хотел бы выразить сожаление по поводу того, что у представителей администрации района не нашлось времени с нами вместе прийти сюда, посмотреть, разобраться. Видать, они хорошо знают проблему. Отметим, что объект был построен по линии Минсельхоза по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Затем дважды отремонтирован застройщиком. Однако эти работы так и не привели ФАП в надлежащий вид. Батимат Ханапова, Мусас Адгирей, в новости ННТ, Кунтеркалинский район.